привет друзья сейчас мы с вами проанализируем что произошло вчера почему так вышло как этого можно было не допустить может быть кто не знает что произошло вчера для этого чтобы все-таки знать в будущем подписывайтесь на мой телеграм-канал у меня такой есть да да ссылку вы найдете в описании там я публикую все онлайн ставки ставки по линии это вообще происходит вся движуха если здесь вы видите ролики выпускаются сейчас вот всего лишь раз в две недели все-таки постараюсь почаще в последние две недели я их запустил то в телеграме движух происходит буквально каждый день выхожу из дома что-то записываю куда иду что делаю дома что-то происходит что ем как сплю это все я вам показываю ну и ставки ставки само собой также я хочу напомнить что вы можете купить рекламу у меня просто не все может быть это знают но тем не менее это возможно не только в телеграме причем цена чисто символической 1700 рублей день 2 500 ночь но и здесь в ютюбе здесь цена пока что по-прежнему неизменно 2000 рублей за вставку информации о вашем канале в течение буквально там 30 40 секунд итак друзья у меня были очень большие неудачи последнее время но вот буквально несколько дней назад это я долго проснулся но ролик начал записывать сейчас буквально 8 утра достаточно необычное время на ролик поэтому я немножко зеваю но в последнее время я начал с небольшой суммы подниматься не будем скрывать что сначала где-то мне повезло прошел коэффициент 288 сначала потом были еще и достаточно агрессивные отыгрыши были переставлялки в одном из матчей причем в очень большом количестве отскочил да прямо скажу ну вот вчера в принципе сначала все шло нормально до той поры пока что я сделал не так я начну даже есть такой час где людей от игроманий пытаются избавляться общаются друг с другом дают советы поддерживают и вот я до недавнего времени в нем тоже состоял до недавнего потому что сейчас новый будет чат платный в котором естественно состоять не буду стоял я там зачем не потому что я хочу избавиться до германии вовсе так шутливой формы я там с народом общался так сказать показывал им живым примером вот до чего и все может доводить не повторяйте ошибки за мной ну и так сказать с высоты своих прожитых лет давал им советы в частности один из советов был вот сейчас когда чат закрывается что от меня хотели услышать напоследок напоследок я и сказал люди не ставьте на чужие деньги никогда если вы не контролируете себя не контролирует свои эмоции то не ставьте лучше вообще и если ставите на свои все таки то ставьте на свободные которые вам не жалко потерять вроде как такие простые слова но насколько действенные и вот в определенный момент буквально пару дней назад так как-то внезапно я сам задумался а почему я сам все это не делаю почему бы и нет первые пункты естественно уже не выполнил по крайней мере в прошлом это невозможно но стоит это делать в будущем это не ставить на чужие деньги да к сожалению я уже стоял на чужие деньги благодаря этому я в такой большой жопе но сейчас-то в будущем можно этого не делать постараться 10 лет я это делал но может быть пора переставать это делать с этим пунктом все более-менее понятно что там еще что там еще не ставить на ту сумму которую не жалко потерять какую сумму мне не жалко потерять вот последние два дня это наглядно показали оказывается что даже если вот так вот сидите потихоньку укропать у тебя на балансе 15000 а ты стоишь 500 рублей 300 иногда 400 не стесняешься абсолютно ставить такие суммы то то все равно постепенно сумма кропается неплохая за сутки если все это делать вот так вот аккуратно это с одной стороны а с другой тебе действительно ее терять не жалко ты поставил грубо и 500 рублей как я вчера поставил на корне 600 рублей 666 и совершенно спокойно ужинал сходил в ванную она вела 5 2 я вернулся она уже проигрывает 5 6 и вроде как не очень страшно потому что поставил всего 600 рублей а представляете мои эмоции если я поставил пол балла пол баланса туда и все все нормально да я проиграл потом следующей ставкой поставил 2000 достаточно тоже уже много но тем не менее у меня еще оставалось оставались в башке для маневры потом я поставил и пройдите 2000 продал не поставил 4000 на козлову и выиграл может быть какой-то степени тоже агрессивный догон ну обычный но тем не менее это намного лучше чем то что я сделал днем давайте посмотрим что я сделал днем я внезапно отклонился от своей тактики последних дней и и во первых я выбрал совершенно не очевидный матч почему я выбрал непонятно матч топу против какого-то с фамилией на теннисиста поставил 2-0 в те про второго теннисиста ничего не знал просто наверное так по доброй памяти решил на топа поставить потому что он меня выручал в паре вы помните где я десятку поднял опять отыгрался с бома ну ты решил его снова взять и между прочим потом еще добавил еще 2000 в сумме 5000 и это была первая ставка догона то есть я по 300 400 500 рублей то вот сейчас 5000 зачем я это сделал это была сумма которую не жалко потерять нет эту сумму потерять уже было жалко и я ее потерял а причем очень обидно с 5-2 на тайбреке я отклонился от тактики и судьба была ко мне не милосердно естественно после того как эту сумму жалко было потерять вход пошли уже 10 тысяч оставшихся и там уже было максимальное невезение там и тот же топ отдал подачу третьем сетях когда до этого у него не было у соперника ни одного рейтпоинта и и настолько не зашелась 2-1 5-1 какая-то непонятная испанская хоть бы нашу отечественную поставил где все более-менее уже как свои родные я поставил испанскую и все 15 тысяч нету с чего все началось с того что я начал ставить сумму которую было жалко потерять я заигрался наверное это периодически время от времени будет такое происходить возникать что я буду заигрываться ну а вот вы видите к чему это может приводить просто нужно свои же слова которые я хорошие слова написал в чате соблюдать их продолжать вот так вот по чуть-чуть бомбить не важно что на баланс целых пятнадцать тысяч и кажется а почему бы не поставить то больше нужно же использовать весь баланс нужно его использовать тогда когда действительно на это есть причины например кто-то там в теннисе очень очень сильно травмированный и он вот-вот снимется можно хоть ва-банк загрузить но если ты намереваешься поднимать вот таким вот догоном как я то лучше уж я все время жалуюсь что почему я ставлю очень много в конечном итоге в своем догоне на очень мелкий кэф потому что типа я боюсь что очень маленькое количество у меня шагов и и вдруг я поймаю 3-4 минуса в ряд и тогда следующей ставкой придется уже на к 2 все возвращать и что до этого не доводить я так сказать прерываю эту цепочку раньше ставим много на мелкий кэф так так пытаюсь вернуться вот начиная ставить с гораздо более маленьких сумм ты даешь себе гораздо больше шагов в этом догоне тем самым у тебя нет нужды сразу же потом пытаться эту цепочку прерывать большой ставкой на маленький кэф как я сделал вот в этом экспрессе двойники взяв два маленьких кэф и оба они не зашли поставь я на масштабу не пять тысяч от 500 рублей естественно такой следующий ставки уже бы не было вот и все все вполне логично и мы с вами это сейчас по косточкам буквально разобрали третье о чем я говорил в чате игроманов что типа если вы не умеете контролировать не умеете достойно переживать поражение то не ставьте ставки вообще да я готов это повторить единственная может быть оговорка что либо не ставьте их вообще либо осознавая что вы игроман вы хотя бы минимизируете риски каким-то образом так как это пытаясь делать я как это пытаясь делать я это система это хранители хранитель 1 то есть ты осознаешь для себя принимаешь для себя как факт что рано или поздно баланс ты можешь слить но просто все время выводи со счета отдавай долги накапливай и даже если баланс сольешь но до этого времени выведешь больше ты уже будешь плюсе таким образом ты вроде как не отрицаешь свою игроманию но таким образом все равно даже будучи романа можешь поднимать деньги и борешься с ней это возможно я нигде не пропагандируя для других это пожалуйста способ да с этим бороться естественная во всяких игроманских чатах не буду писать друзья не отказывается ставок продолжать ставить просто создать вот такую же систему как я и будет хорошо нет я понимаю что это не всем дано не так-то это просто все это делать и не так-то просто еще и найти такого хорошего человека который не будет тебя кидать будет все в точности выполнять будет достаточно жесткий и пунктуальный а не у всех есть такая возможность вот поэтому я никого к этому не призываю я просто рассказываю как это работает в моем случае но главное о чем я сегодня вот хотел сказать о том что так вот действительно если ставить сумму которую тебе не жалко потерять по крайней мере изначально начиная свой догон то вот видите как все идет совершенно по-другому потому что вы же прекрасно понимаете что когда я в адекватном состоянии я очень хороший кпд ставок выдаю и и когда думаю над ними я не могу поймать несколько минусов ряд это абсолютный форс-мажор форс-мажор лучше уж по крайней мере слить баланс ставим несколько раз на коэффициент около двойки чем отыгрывая 3000 ставкой на остаток на коэффе 1 и 2 но я слишком хорошо ставлю для того чтобы поймать несколько минусов ряд на коэффе около двойка двойки поэтому нужно продолжать продолжать именно так как я делаю сейчас в последнее время так сказать кропать 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 по чуть-чуть сначала нужно почувствовать вот эту вот уверенность не сливаться долгое время наконец-то купить секунду и уже идти дальше потом постепенно при большем балансе когда я пойму что я могу вообще держать такой больший баланс эту сумму которая будет не жалко потерять она будет уже больше но к этому нужно психологически пока прийти и пока мне лучше делать вот именно так абсолютно абсолютно крошечные суммы ставить но за счет того что во первых их будет много этих ставок а во вторых я буду совершенно спокоен психологически если даже что-то пойдет не так за счет этого и будет происходить плавный но более уверенный рост как говорится вам нужны великие потрясения нам нужна великая россия в данном случае не россия а великий баланс так что друзья всем нам успеха удачи все у нас получится пока вот